Привет, друзья! Конец декабря, у нас в стране Басков прекрасная погода, практически 20 градусов, ярко светит солнце. Не знаю, когда я выложу это видео, я снимаю его накануне Рождества, и мы здесь еще наслаждаемся продолжающейся осенью, несмотря на то, что даже по природному календарю у нас уже наступила зима. И в связи с этим я с вами хотела бы поговорить вот на какую тему. А правда ли, что в Испании зимой в квартирах ходят в шубах, в валенках, в шапках и так далее? Этот вопрос написали в одной из моих групп по Испании, и поэтому я решила на него ответить, то, как этот вопрос вижу я. Правда в том, что в Испании нет центрального отопления, такого, к которому мы привыкли в России, на Украине, или кто там, откуда приехал, страны СНГ, где мы привыкли, да, центральное отопление. Тетя, дядя за нас решает, какой температуре быть в нашей квартире. А зимой мы открываем в своих квартирах форточки, чтобы не задохнуться, топим улицу и так далее. Дело в том, что в Испании нет своих углеводородов, и поэтому здесь не могут позволить такого отношения, да, к нефти, к газу там и так далее, чем все эти тепловые электростанции топятся. Вот, и по большому счету центральное отопление, оно есть только вот в новых домах, и то не во всех, которые сейчас строят и проводят газовое отопление. Хотя при этом некоторые электрические компании умудряются проводить по телевидению антирекламу о том, что газ взрывается, это там опасно, газовое отопление полная фигня, платите за счет электричества. Вот такая у нас идет война между компаниями, которые занимаются предоставлением нам коммунальных услуг. Так, ходим или не ходим, мы в шубах в Испании зимой. Ну, как видите, конец декабря, я даже не в квартире нахожусь, вот гуляю на пляже, только что одела брюки, была в шортах, прогулялась по водичке. Вот я в матросской кофточке, и на мне небольшая пуховочка, потому что дует с океана ветер, вот, и я нахожусь в самой холодной части Испании. Ну, если я так на улице хожу, то сфига ли я в шубе буду ходить дома. Но, правда еще и в том, что топить электричеством в Испании, да, а большая часть квартир отапливается электричеством, это достаточно дорогое удовольствие. Но, это все зависит от того, как вы к этому вопросу подготовились заранее летом, как вы выбирали квартир. Большая часть квартир в Испании никак не приспособлена на то, чтобы в них зимой было там плюс 25 градусов, как мы привыкли, да, у нас в России. И очень многие топятся масляными электрическими обогревателями или кондиционерами. Конечно, это очень дорого и накладно, потому что, когда, как только вы выключаете кондиционер или масляный обогреватель, отопление прекращается, и у вас воздух начинает остывать. И поэтому у вас два выхода. Или платить очень большие деньги, или ходить, одев на себя там 5-6 свитеров, 10 носков и так далее. Ну, хотите, если есть норковые шубки, можно, да, тогда ходить дома и в норковой шубке. Но можно просто, как бы, включать этот обогреватель и его не выключать, да, и тогда вы будете платить много. Сколько много? Конечно, это зависит от площади вашего жилья, от площади квартиры или от площади вашего дома. Дома кто-то там 70 евро в месяц платит, кто-то 400 евро в месяц платит. Как бы все зависит от площади жилья и от вашей зоны комфорта. Мне, например, некомфортно, когда в доме 20 градусов зимой или там 25 градусов. Ну, днем я еще 20 градусов нормально потерплю, и в принципе, да. Моя зона комфорта дневного существования в квартире это 19 градусов. Моя зона, например, ночного комфорта для сна это 17,5 градусов, и тогда я сплю как младенец. Если же температура в спальне выше 18-19 градусов поднимается, я так не могу. Я открываю окна и сплю тогда с открытыми окнами в течение зимы в том числе. Поэтому ходить или не ходить в шубах по квартире зависит, конечно, от вас и от вашего финансового состояния. Но как же не платить в Испании большие деньги за отопление? Да, ну вот хочется жить нам в Испании, в том числе зимой, но не хочется платить за отопление в сотнях евро. Как уложиться, например, в 50-100 евро за отопление в месяц в Испании? Когда вы подыскиваете себе квартиру, например, в аренду, да, начнем с аренды, поскольку тут вы привязаны к тому, что у вас дано, в отличие от покупки дома или квартиры, когда вы их можете на свой лад как бы переделать уже. Ну, во-первых, нужно смотреть, желательно, конечно, чтобы квартира имела не столь давний ремонт. Это очень и очень так хорошо, поскольку есть в Испании еще такая проблема, поскольку, да, Испания это полуостров, и поэтому у нас высокая влажность. То есть это нормально для полуострова, поскольку мы со всех сторон окружены водой, ну или острова, да, в Испании есть также и кто на островах живет. Поэтому то, что есть влажность, это нормально, но не нужно влажность путать с сыростью в домах. Вот сырость в домах это проблема, и когда подыскивать себе жилье в аренду, нужно как бы смотреть вот этот вот вопрос сырости очень внимательно, и тем более вопрос вот этого черного грибка, не знаю, как он там правильно называется, который поселяется на стенах. Поэтому, выбирая себе жилье в Испании, в первую очередь смотрите на оконные рамы, поскольку грибок в первую очередь поселяется на оконных рамах. Затем посмотрите на стены за мебелью, которая стоит впритык к стене. Это может быть диван, это может быть шкаф, я не знаю, что там еще, трильяж какой-нибудь и так далее. Отодвиньте мебель и посмотрите, чтобы стена была чистая и белая. Потому что грибок начинается обычно оттуда. Ну и, конечно же, запах. Там, где много грибка, вы это еще можете почувствовать по запаху. Вот второй момент, на который вы должны обратить внимание, выбирая себе в аренду жилье в Испании, это какое отопление. Вот эти вот самые популярные масляные батареи электрические, это самый дорогой способ топить зимой. Так же, как и кондиционер. Потому что, еще раз повторюсь, когда вы выключаете масляный аккумулятор, он очень быстро остывает. И у вас остывает и воздух в комнате, особенно если рамы еще плохие. Да, кстати, на рамы тоже нужно смотреть, чтобы они, рамы были хорошие, плотные, не было в них щелей. Потому что, опять же, полуостров, очень много ветров. И если слабые рамы, то тепло у вас будет выдуваться. Да, это надо смотреть, это в вашей жизни. И такие бытовые вопросы, на эти бытовые мелочи обязательно нужно обращать внимание. Вот второй вопрос. Как топится? Какая система отопления в данной квартире? Я в Испании жила в разных квартирах и домах с разными типами отопления. Вот хочу сказать, что самая теплая у меня была квартира. Это вот в Андорибе, где я прошлую зиму зимовала. Да, я там прожила осень, зима, весна. Весь период отопления. И я на отопление в среднем тратила в месяц 20 евро. Это и отопление, и горячая вода. Дело в том, что во всем доме была проведена центральная система для этого дома теплых полов за счет горячей воды. Трубы, проложенные под покрытием напольным, было. И включаешь теплый пол, и за счет горячая вода разбегается. И вот это самое правильное тепло, которое поднимается от дно. Плюс всегда можешь отрегулировать, какой температуры. И мне это было удобно, поскольку днем я люблю 19 градусов, чтобы было в комнате. А вот как раз, когда ложиться спать, мне нужно 17-17,5. То есть я его или полностью выключала, или снижала до этого уровня. Это было и очень дешево, и достаточно комфортно. Еще раз повторюсь, это самая комфортная система, поскольку это равномерное тепло. Если же вы себе купили квартиру или дом, то вы, конечно же, можете сами себе организовать эту систему теплых полов и наслаждаться комфортным теплом. Если же вы в аренду, то понятно, что не станете вскрывать полы, да, и там электрические теплые полы делать, или там водяные и так далее. С какими еще системами отопления в Испании мне пришлось встречаться? Тоже очень комфортно, экономно. Это электрические аккумулирующие батареи. Чем они удобны? Вот тем, что они тепло аккумулируют. Я не знаю, как они там внутри устроены, но весили эти батареи по 100 килограмм где-то. Да, они вешаются на стену и включаются в розетку электричества. Нагревается батарея и потом после отключения тепло держится еще примерно двое суток. То есть я никогда не включала, по крайней мере в спальне, батарею каждый день, потому что мне было некомфортно. Мне было очень жарко. У них там тяжело было отрегулировать. Батареи уже были старые и сорван регулятор. Это меньше-больше тепла, поэтому по максимуму протапливали там один раз часа 3-4-5-6. В зависимости от температуры за бортом. Выключали и батареи оставались горячими на протяжении двух суток. Вот. И где-то в среднем зимой в самые холодные месяцы выходило у нас по 100 евро за электричество. Но да, это же не только отопление, это электричество, электрическая плита в доме и так далее. То есть по меркам Испании это вполне комфортная нормальная цена платить за отопление, чтобы не ходить дома как матрешка, одевший 10 слоев разной теплой одежды. Причем вот я что здесь так же не понимаю, когда говорят о том, что там по 10 штанов, 10 халат и так далее. Но вы на одежду больше потратите, чем если будете даже тот же обычный масляный аккумулятор протапливать. Тем более, что на большей территории Испании даже зимой в обед тепло. И если открыть окна, то теплый воздух, он просто зайдет и прогреет ваше жилье. Но для этого нужны большие окна. Поэтому, когда опять же вопрос, когда выбираете жилье в Испании, обращайте внимание на то, какую ориентацию север или юг имеют окна. Что, кстати, еще на что нужно обращать внимание, это на покрытие полов. Ищите те дома, квартиры, где на полу ламинат, дерево, натуральное дерево. Сейчас я живу, у меня натуральное дерево на полу. Потому что такие полы теплее и в квартире теплее. Если же у вас в квартире на полу будет керамическая плитка, а очень много квартир в Испании, квартир, домов, где пол сделан из керамической плитки, то это понижение градуса температуры зимой. То есть летом это может быть наоборот комфортнее, более прохладно. Но я живу в той части Испании, где у нас летом прохладно, и нет необходимости ни в кондиционерах, ни так далее. И поэтому вообще здесь не вижу необходимости полов, покрытых плиткой. Поэтому выбирая дом, квартиру, себе жилье в Испании, смотрите на покрытие пола. Ну и еще один вид отопления. Он не столько для квартир характерен. Я сейчас живу в доме, и мы топим дизелем. Это тоже очень дешевая и хорошая система отопления. То есть у нас по всей квартире стоят обычные алюминиевые батареи, хотя я бы, например, предпочла, чтобы они были чугунные. Но в Испании чугунные батареи – это большая редкость. Если у вас свой дом, то можно, в принципе, разориться. Если вы уж купили дом, да, можно разориться, поставить эти, провести водяную систему отопления у себя в доме с чугунными батареями. И вода для батареи у нас нагревается за счет дизеля. Мы покупаем машину дизеля. Ее хватает примерно на год. И стоит эта машина 400 евро. И вот этих 400 евро на год нам хватает на то, чтобы в доме было тепло. В доме у нас тепло, поскольку мой Баск любит потеплее. Я у себя открываю в спальне иногда даже окно, потому что я не могу спать. Мне нужно проветрить спальню перед сном, чтобы чуть-чуть опустить температуру. А днем у нас в течение всего дня достаточно тепло. И вот, чтобы постоянно у нас было тепло, плюс горячая вода у нас идет также от этого дизеля. И вот на год уходит всего 400 евро. Да, для кого-то 400 евро даже в год это большие деньги. Ну, тогда экономьте на тепле. Платите столько же денег за теплую одежду. Ну, за одежду больше заплатите. Поэтому, по большому счету, здесь каждый выбирает сам. Ну, и опять же, все зависит от вашей зоны комфорта, температурной зоны комфорта. Когда кому-то нужно, чтобы днем было 25 в комнате, я, например, так не могу. Я задыхаюсь при 25, в принципе, поэтому я живу на севере Испании, потому что здесь и летом на улице плюс 25, это большая редкость. И от того, ходить вам, ходить ли вам по дому в шубе, или нормально одеваться, зависит как от вашей зоны комфорта, так скажем, от вашего экономического состояния, да, сколько вы готовы платить за тепло и за комфорт в доме. То есть это не означает, что вот в Испании везде холодно, раз нет центрального отомпления. А если вообще зайти в какой-нибудь крупный торговый центр, типа Леруа Мерлен или Форт Инглес, то там вообще какое-то невероятное количество разных отопительных приборов и систем, очень современных, достаточно экономичных, и всегда можно для себя что-то подобрать. Единственное, от чего хочу вас предостеречь, я вижу публикациям во многих группах по Испании на Фейсбуке, очень много людей покупает газовое отопление, вот эти вот газовые баллоны и горелки. Я вас умоляю, не пользуйтесь этим, поскольку это очень и очень вредно для здоровья. И тут нужно решать, да, что вам дороже, тепло или ваше здоровье. Я помню, когда мой предыдущий Кантамбар купил эту систему, я ему разрешила только в салоне, в который я в это время не заходила, закрывала туда дверь, не вздумайте это покупать, тем более используйте это в своих спальных комнатах. Просто походите по супермаркетам, не супермаркетам, по торговым центрам, и поищите более современные системы, чем вот этот первобытный способ включать газовый баллон, открытый огонь, огонь из газа, там, где вы дышите, потому что это очень и очень вредно, даже если нет запаха. Вот, это то, о чем я вам хотела сегодня рассказать. Ну и, естественно, если вы покупаете свой дом, ну, желательно, конечно, ищите дом, чтобы там был свой камин, потому что живой огонь, от дров, да, а не от газа, живой огонь, он всегда еще и душу согревает, не только ваш дом, ваше жилье. И, конечно, уже когда свой дом, вы его можете и утеплить, и там окна поменять, и там переоборудовать систему отопления, сделать теплые полы, потратиться один раз, да, придется хорошо потратиться. Любые строительные, ремонтные работы в Испании стоят достаточно дорого, но зато потом вы будете жить в тепле, в комфорте и не платить какие-то космические суммы по своим счетам за коммунальные услуги. Вот, пишите там, а вы как спасаетесь зимой от холода, как топите свои квартиры, свои дома. У меня сегодня на этом все. С вами была ваша Елена Вивас. Всем пока-пока и всем успешной эмиграции!